Доброе утро! В эфире 12 канала «Час новостей» в студии Юлия Комарова. И вот о чем мы сегодня расскажем. В Омске, как на тропическом курорте, после дождей регион накрыла аномальная жара. Инвестиции в знания. Будем в этой программе менять крыши, окошки на пластиковые, чтобы улучшать пространство. Глава региона поручил спроектировать новую школу в Одесском. Пример для сверстников. Полицейские наградили школьника, который нашел телефон на улице и вернул владельцу. Мужчины плетут косы из сыра, а женщины клеят усы и бороду. Когда я клею усы, я говорю, улыбку сделай, и она улыбается. Я ее потом только клею. Самые необычные профессии в Омске. Очередной рекорд в городе с размахом прошел симфопарк. Чем в этот раз удивляли гостей. По-тропически жарко будет на этой неделе в Омске. Уже сегодня воздух, по прогнозам синоптиков, прогреется до плюс 35. И такая температура продержится в регионе практически до конца рабочей недели. Немного похолодает, если можно так сказать, всего на 5 градусов лишь в пятницу. Но в этот же день ожидаются дожди и грозы. Ну а после 10 июля столбики термометров вновь поползут вверх и покажут 33 градуса выше нуля. Все это экзотические показатели для Сибири, больше характерные для жарких стран. Однако в бразильском Рио-Джанейро сегодня будет существенно прохладнее, чем у нас. Синоптики обещают не больше 22 градусов тепла. В Одесском появится новая школа на 550 мест. Разработать проект учреждения в оперативном порядке районной администрации поручил Виталий Хаценко. Вопрос строительства школы стал одним из главных на встрече главы региона с местными жителями. Действующее здание, говорят люди, не соответствует нормам. Даже зимой ученикам приходится переходить из корпуса в корпус, чтобы попасть на следующий урок. В Рио губернатор отметил, что деньги на проектирование новой школы уже заложены в бюджет. Около 20 миллионов рублей. И как только документацию подготовят, регион будет участвовать с ней в федеральных программах для привлечения дополнительного финансирования. И в Одесском на примере лагеря «Солнечная поляна» Виталий Хаценко проверил, как организован отдых для юных амичей. За последние три года на благоустройство комплекса потратили более 16 миллионов рублей. И вкладывать средства в детский отдых продолжат. Финансирование без отдыха предусмотрят в программе по ремонту социальных учреждений на ближайшие пять лет. Абсолютно точно, что в эту программу включим и наши детские летние лагеря, и не только летние, и сезонные где есть. И также будем в этой программе менять крыши, окошки на пластиковые, чтобы улучшать пространство, чтобы оно было более теплым, современным. И, конечно, это направление поддерживать. У нас всего около 100 тысяч человек. Так или иначе, детей наших будет в течение лета оздоровлено в наших детских лагерях. Поэтому точно будем это направление поддерживать. Особое внимание уделяют региональные власти и медицинской сфере. Модернизация первичного звена – одна из приоритетных задач. Так, еще семь ФАПов и врачебных амбулаторий подготовили к сдаче в эксплуатацию. Общая площадь каждого фельдшерского пункта – около 100 квадратных метров. В них располагаются кабинет приема пациентов, привывочный кабинет, помещение для хранения лекарств, процедурный и санузел. Амбулатории по площади больше в два раза – 200 квадратных метров. Здесь предусмотрены палаты, три кабинета приема пациентов, комната отдыха, персонала и спецпомещения для медицинских отходов. Ну а всего рабочая комиссия приняла 36 модульных зданий. Еще в 12 заканчивается ремонт. Они находятся на севере региона, в Устишимском, Тарском и Теврисском районах. Сюда стройматериал удалось завести только после запуска паромного сообщения через Иртыш. Напомню, что строительство медцентра ведется в рамках нацпроекта здравоохранения. Его инициировал президент Владимир Путин. Почти 800 тысяч рублей заплатят Амичи за нелегальную парковку. На сегодня письмо счастья получили 375 человек. Однако скоро это число увеличится. Всего зафиксировано около 5000 подобных нарушений. Те, кто пока не заплатил штраф, также будут привлечены к ответственности, но только после получения регистрационных данных из ГИБДД. Напомню, что за парковку автомобилей на газонах, лужайках, а также тротуарах предусмотрено наказание от 2 до 40 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма может увеличиться вдвое. Ну а что касается общественного транспорта, еще один маршрут под номером 33 стал магистральным. Это значит, что курсировать автобусы будут с 6 утра и до 11 часов вечера с интервалом не больше 10 минут. Для этого дополнительно приобрели 20 единиц транспорта, которые работают на метании. И на сегодня магистральным является только автобус под номером 22, а также троллейбусы под номерами 3, 4, 15 и 67. Омские специалисты показали, как продвигается строительство МФЦ и восстановление роддома в подшефном региону Стаханове. В здании, где разместится многофункциональный центр, демонтировали старые конструкции. Внутри помещения возводят новую пристройку. Также здесь приведут в порядок крышу и фасад отремонтируют входную группу. МФЦ планируют сдать под ключ с внутренней отделкой и установленной мебелью. Новый офис позволит быстрее принимать местных жителей. В нем будет больше окон для оказания услуг. Сейчас специалисты временно работают в городской администрации. Полным ходом идет и восстановление роддома. Он остался единственным на несколько городов вокруг Стаханова. Кровлю полностью демонтируют и установят новые конструкции. Также заменят окна и оборудуют входы. Работы должны завершить в августе. Необходимо в первую очередь создать условия для детей. Они должны родиться здоровыми. И мамы должны быть счастливыми от того, что есть достойные условия для родов и для нахождения, для лечения. Мы благодарны и губернатору Омской области Хаценко Таре Павловичу, ребятам, которые приехали из Омской области и работают на нашей территории. И жителям Омской области мы благодарны за то, что они все переживают, болеют и оказывают содействие, помощь. В сезон тазиков затянулся. Жители сразу нескольких пятиэтажек на третьей железнодорожной почти на месяц остались без горячей воды. Иногда, говорят местные, напор все-таки есть, но очень слабый, да еще и с неприятным запахом. Вопросы к коммунальщикам и в ресурсоснабжающую организацию не помогли. Люди решили обратиться в редакцию 12 канала. О том, как удалось решить проблему, расскажет Анастасия Донец. Расслабляющие горячие ванни. Жители дома номер 6 на 4-й железнодорожной могут только мечтать. Уже почти месяц из крана бежит только холодная. Такая разве что с утра поможет взбодриться. И то люди массово жалуются на некомфортную температуру. Ну, может, 20 градусов. И это при норме не меньше 60. Похожая ситуация и в соседних домах. Горячей воды нет, зато квитанцы с очень жаркими щитами. Жильцы платят исправно, только вот благами цивилизации в полной мере пользоваться не могут. Говорят, обычно сезон тазиков длится две недели. Но месяц – это уже перебор. Температура воды, она холоднее, чем в Иртыше. По большому счету, она поднимается по трубам и еще остывает. Иртыш, он течет, нагревается от солнца. Нам, может быть, там пользоваться. Там хоть бесплатно будем. Беспокоят местных и качество жидкости. Жалуются, ее и водой-то назвать сложно. По плотности и запаху напоминает машинное масло. Под такой напор ни руки, ни тем более посуду подставлять не хочется. Она еще и течет очень грязная. То есть она течет жирная. Когда попользуешься, руки, такое впечатление, что руки как будто маслом смазанные. И на ваннах, и на раковинах остается жирный налет, который можно удалить только средством антижирного. Причина, как выяснилась, авария на трубопроводе. В тепловой компании нам пояснили, во время профилактических испытаний произошел порыв. И несколько домов в Ленинском округе перевели на так называемую тупиковую систему подачи горячей воды. Она просто не успевает нагреться, пока доходит до абонентов. Вот это место, где произошла авария, уже известная Мечам. В феврале этого года здесь струей воды выбило окна автобуса с пассажирами. Вскоре после приезда съемочной группы 12 канала на место порыва приезжает и аварийная бригада. Проводит ремонт и проверяет систему. Горячее водоснабжение, по словам специалистов, восстановлено. Кроме того, как нас заверили в тепловой компании, жители домов могут оспорить и цифры в квитанциях за горячую воду. Кроме того, как нас заверили в тепловой компании, жители домов могут оспорить цифры в квитанциях за горячую воду. За перерасчетом надо обращаться в ресурсоснабжающую организацию. В первую очередь в свою управляющую компанию. Там жителям подскажут, куда именно обращаться. И перерасчет будет сделан, да. Не придется беспокоиться о Мечам и за качество воды. И в ближайшее время все параметры придут в норму. Побережье Индийского океана станет для мечей ближе. Зимой в разгар сезона планируется запустить прямой рейс из нашего города в Занзибар. Вылеты будут совершать два раза в неделю. Соответствующее разрешение дала Росавиация. Сейчас к работе подключаются туроператоры, ведь именно от них зависит размещение омских туристов в курортных гостиницах и отелях. Честность – достойная награда. А домские силовики отметили восьмилетнего школьника, который нашел телефон на улице. Вместо того, чтобы забрать гаджет, принес его правоохранителям. Есть честный, да? С таких малых лет такой честный. Спасибо большое. Дорогой смартфон мальчик нашел у магазина. Трофей скрывать не стал, сразу рассказал о нем отцу. И вместе они отнесли устройство в полицию. Ну а правоохранителям удалось оперативно найти владельца. Как выяснилось, мужчина шел в магазин, а когда убрал гаджет в карман, не заметил, что обронил его отыскать смартфон. На мич уже не надеялся. Но юный Сережа доказал, что мир не без добрых людей. Школьнику вручили благодарственное письмо и сладкий подарок. Мужчины тоже плетут косы и сыра. Эксперты озвучили самые редкие профессии в регионе. Учиться необычному ремеслу, к примеру, специалисту по сыру, косичке или же по стежору, непросто. Многие за новыми навыками вынуждены отправляться даже в другие города. Поэтому зачастую редкие вакансии подолгу остаются открытыми. Вникала в тонкости необычных профессий Дарья Садчикова. Вот она длинненькая получилась. Делаем восьмерку и дальше тянем ее. А она же не слепается. Сейчас не даю ей слепаться, чтобы она была разделенная. Пока это обычные сырные волокна, но уже через пару минут податливое тесто приобретает новую форму – косичку. Все вручную. Геннадий Голуб – сыровар-любитель. Признается, плести учился с нуля. Даже прошел специальные курсы. В Омске ремеслу не обучают. Пришлось ехать в столицу. А косички вы плести умели до того, как начали делаться? Нет, я вообще не умел. Основная сложность – соблюсти рецепт. Пастеризовать молоко при определенной температуре ровно 72 градуса. Так оно сохраняет свои полезные свойства. Далее добавить закваску, выдержать время и дождаться необходимой консистенции. Затем сырное тесто окунают в горячую воду, чтобы оно стало более податливым и растягивают. Косичка уже готова. Такая косичка. Сейчас ее нужно срочно, чтобы она не расплавилась в холодную воду ледяную. Вот такая косичка получилась у нас. По такому принципу вручную изготавливают этот продукт и на заводах. Формовщик сырной нити – одна из самых редких вакансий, необходимых региону. Но не единственная. Еще одна – гример-пастежор. Человек, который создает усы и бороды. В прямом смысле этого слова. Раз так, прикинула, пойдет, пойдет. Короче, длиннее надо или как. Так вот я и делаю все. Мария Копытова в этом ремесле уже порядка 50 лет. Количество изготовленного ею волосатого реквизита давно перевалило за тысячу. Вот это место обшивается, чтобы оно не расползлось. А потом уже начинаем потихоньку там буровать. Вот этим крючочком. Такая работа требует усидчивости. Ведь на изготовление даже самых маленьких усов требуется около пары часов. А на бороду может уйти и день. Своё детище на воле судьбы Мария не оставляет. Сопровождает до самой сцены. Мы надеваем эти парики. Идем обслуживаем артистов обязательно. То есть закрепляем. У них же вращение, там прыжки всякие. И надо чуть ли не гвоздями прибивать, скажем так. Усы же прикрепляют на специальный клей. Но и тут всё не так просто. И несмотря на эмоции, несмотря на то, что человек там улыбается и так далее, усы не спадают. Улыбаться, вот чтобы, когда я клею усы, я говорю, улыбку сделай. И она улыбается. Я потом только клею. Гримёр-постижёр – лидер топа редких вакансий региона. Рейтинг необычных профессий необходимых области составила Омская служба занятости. Среди других, к примеру, артист балета и тьютер. Такие рабочие места долго остаются открытыми из-за их исключительности. Ведь научиться узкому ремеслу не так-то просто. Знания передаются буквально из поколения в поколение. Дарья Сачкова, Влад Осинцев, 12 канал. Новый рекорд установили на симфопарке. Его посетили 16 тысяч зрителей. В этом году организаторы разбили программу на два дня и дополнили её новыми выступлениями музыкантов в различных жанрах. Фестиваль открыл Омский симфонический оркестр с детской программой «Алиса в стране чудес». А настоящий аншлаг собрала битва хоров. За накрытым столом в мастерстве исполнения сразились команды двух телеканалов и солист филармонии. Исполняли известные народные песни и хиты, которые считаются классикой русского рока. Голосовали за победителя боем аплодисментов. Поэтому, конечно, соперникам пришлось показать не только силу голоса, но и актёрское мастерство. А кульминацией второго дня симфопарка и самым звучным событием стала битва смычков. В батле сразились два музыкальных атланта – Омский и Ленинградский симфонические оркестры. «Опыта батлов, оркестровых вообще нет ни у кого. Это абсолютно ноу-хау. Это впервые в истории России». Духовная, художественная, творческая, ментальная даже связь между нашими городами, как между нашими оркестрами. Омск без Ленинграда и Ленинград без Омска очень сложно представить. Помимо соперничества, мне кажется, связующих нитей гораздо больше. На севере Омской области грибники практически лицом к лицу столкнулись с медведем. Но вместо того, чтобы скрыться, решили пощекотать нервы. Михалыч, Мишка, Миша, айда к нам! Видео с хозяином тайги поделились очевидцы. Призыв людей к салапой, к счастью, проигнорировал и спокойно ушёл в чащу леса. Хищники-мужчины встретили всего в 15 километрах от посёлка Теврис. Однако в Управлении поживотного мира такой призыв медведя посчитали не очень хорошим экспериментом. Как отметили в ведомстве, при встрече с косолапым лучше не прижаться к хищнику и не привлекать его внимание, обойти зверя стороной. Напомню, что ранее в этой местности встречали жители также и волков. Они подошли почти вплотную к населённому пункту. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также и вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или же позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. В аптеке «Фарма Копейка» акция «Кардиогвардия». Валидол «Реневал» скидка 10% при покупке двух упаковок. В наличии «Фарма Копейки» рядом с вашим домом. Если радио, то максимум 105 FM в Омске. Спонсор прогноза погоды в часе новостей. Общество с ограниченной ответственностью. Черлакский тракт. Торговый комплекс «Черлакский». Фрукты и овощи. Круглый год. И о погоде. Сегодня, 3 июля в Омске, переменная облачность. Дневная температура составит 26-29 градусов тепла. В районах также переменная облачность. Днем 25-28 градусов выше нуля. Ветер восточный, 5 метров в секунду. И атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Покупайте фрукты и овощи по ценам, которые подходят вашему бюджету. Арбузы, клубника, морковь, картофель и многие другие. Всегда свежие сезонные фрукты и ягоды в одном месте. Торговый комплекс «Черлакский». «Черлакский тракт» 3.2. Далее подкаст «Гуд Джоб». Ну а в следующий выпуск «Час новостей» в 14 часов. До встречи. Субтитры подогнали Симон.